Впервые знаменитые яркие жостовские букеты расцвели на черном лаковом фоне 200 лет назад. В умелых руках братьев Вишняковых. В прескуранте основателей значилось. Заведение братьев Вишняковых существует с 1825 года. В преддверии юбилея фабрики интерес к промыслу возрастает. Самые частые гости – это, конечно, школьники. Но и взрослым интересно узнать историю. Экскурсия по музею для депутатов и представителей творческой интеллигенции начинается с фильма о производстве подносов, известных на весь мир. Для жителей городского округа Жостова, народный промысел Жостова – это большая гордость. Это не только достояние Московской области, это, конечно, достояние нашей страны. Сегодня у нас с вами собрались здесь литераторы, литературные общества России. В России приехали люди с разных, наши поэты, писатели с разных уголков нашей, в том числе и Московской области. Сегодня они увидели во всей своей красе этот замечательный музей. Экскурсанты стараются запечатлеть себя возле раскрывшихся во всей красоте цветов, молниеносно отправляя фото друзьям либо в социальную сеть. У каждого гостя была возможность понаблюдать за тем, как рождается поднос. Кто-то из них впервые знакомится с промыслом, другие же – завсегдатые Жостовской фабрики. Это предприятие давно знакомое. Я помню старое здание деревянное, одноэтажное, старинное. И при мне мы начали забивать первую сваю для этого здания. Директор был известнейший руководитель этого промысла Куракин Пал Иванович. Перед нынешним руководством фабрики стоит задача сохранить вековые традиции промысла, но при этом сделать изделия актуальными сегодня. Со времен основания в технологии создания картин на металле практически ничего не изменилось. Главная тема украшений жостовских подносов – это, как и два века назад, букеты цветов, гирлянды и натюрморты. Такой размер подноса называется аршинный или скатерпной. В XIX веке было очень модно. Делали маленькие столики, в столешницу углубления, а в углублении вставляли такие подносы. Рукоделем удобно заниматься, кортики высокие, ничего никуда не убежит. Ну и когда барин ехал на пикник, за ним вот такие подносы тащили. Концентрация талантливых художников, владеющих искусством жостовской росписи, здесь зашкаливает, поскольку в одноименном селе живут знаменитые династии людей, причастных к созданию подносов панно. 43 года я работаю в этой профессии. Отец мой отработал здесь 51 год. У меня нет династии, но я сама работаю с 85-го года прошлого века. Но были периоды, когда я уходила, потом опять возвращалась. Я здесь родилась, здесь мои корни. Здесь пошла я учиться Федоскина, закончила Федоскина в 1970 году и пришла работать сюда. За день художник должен нарисовать несколько подносов. Порой цифра доходит и до 10. Классический мотив жостовской росписи – яркий цветочный букет на черном фоне. И он никогда не вянет. Я знаком с художниками и очень много встречаюсь с ними. Буквально в выходные мы выезжаем на Красную Пресню, где проходит всероссийское такое мероприятие по культурным народным промыслам. Сегодня жостовские подносы хранятся в музеях и частных коллекциях, а также представлены на международных и региональных выставках. Этот поднос как раз пришел только что с выставки. У нас была выставка в Центральном доме художника «Россия-14», где участвовало 10 наших художников. Каждая последняя работа всегда дорогая. Что-то новенькое, что-то интересное. И уже хочется сделать опять что-то новое. Поэтому всегда идешь вперед, и мысли бегут впереди, чем ты можешь сделать это руками. Впереди большой юбилей. У главного художника фабрики сейчас непростая задача. Надо придумать, как и на каких формах достойно представить то, что так бережно хранят мастера вот уже 200 лет. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первый Матищинский.